МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но мы не продвинемся вперед, если не научимся понимать друг друга. Сегодня мы попытаемся это сделать. У нас в гостях директор управляющей компании «Стройтехсервис» Анатолий Пичугин. Здравствуйте, Анатолий Михайлович. Здравствуйте. Ваша управляющая компания работает в Пермском районе, обслуживает несколько поселений. И у меня сразу вопрос. По вашим наблюдениям, работа в территориях, скажем так, отдаленных от города, от мегаполиса, наверняка отличается. А вот чем она отличается от ситуации в Перми, например? Ну, мне сложно сказать, конечно, ситуации в Перми, потому что я там не работаю. Вы же общаетесь с коллегами. Да, конечно. Но наша особенность в том, что мы не только проживаем в этом селе и работаем, и 24 часа находимся на виду у людей, которым создаем коммунальные услуги. Нам от них все равно не спрятаться никуда. Если в городе они встали и ушли из работы, и все у них, то в сельской местности приходится все 24 часа отвечать на вопрос. Вы больше на виду, да, и ближе к своим клиентам. Да, к клиентам. Мы же каждый год проводим собрания отчетные по домам, собираем их, выслушиваем их, нарекания в наш адрес, делаем какие-то себе поправки, контакт с населением постоянно. Более плотный. В последнее время наиболее горячо обсуждаемая тема – это лицензирование управляющих компаний. Есть два диаметрально противоположных мнения. Одни говорят, что эта процедура очистила рынок от недобросовестных управленцев, а другие говорят, что это пустая формальность, показуха, которая ни к чему не приведет. Вы к какому лагерю относитесь? Я ни к какому лагерю не отношусь. У вас особое мнение? Да, я считаю, что сама идея лицензирования – это она полезная. Да, надо было стряхнуть управляющей компанией. Но вот как она проводилась в Пермском крае? Ведь основной критерий, по которым определялась лицензионная комиссия, давать лицензию или не давать, это было раскрытие информации. То есть на стенде, либо на сайте реформы ЖКХ. Никто не смотрел ни техническую базу, ни кадровый состав, ни сколько лет работает на рынке эта управляющая компания. Какие там нарекания на ее адрес были, еще что-то. Это вообще не рассматривалось. Вот есть бумажка на стенде? Если все бумажки, которые положены по закону, есть, получаешь лицензию. Если какой-то бумажки нет, отказ в лицензии. И на первоначальном этапе, когда пошли отказы сразу, отказ, 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 ну тогда, конечно, мандраж начался. Мы прошли лицензию с первого раза, без проблем, конечно, но я считаю, что все-таки критерии отбора должны быть немножко другие. Может быть, в следующий раз какие-то требования будут изменены, и отбор будет более жесткий. Вы-то на чем стоите? То есть все-таки рынок должен быть зачищен? Или же пусть работают все, кто прошел лицензию? Нет, конечно, очищение должно происходить. Потому что в каждой сфере одеятельность есть, конечно, и недобросовестные. Но больше-то все равно лучшие компании. Хотя вот с экранов телевизора и слышишь, только не успеешь включить телевизор. Если управлялка, то это значит все плохо. Воры кругом, там, вапшоры свои капиталы выводят. Там, в принципе, выводить-то нечего, по большому счету. Но вот такой негатив, он неправильный, конечно. Надо, если показывать не только негатив, но и положительный, конечно, опыт. Давайте мы тогда сейчас как раз это и разберем поподробнее. Очень многие ваши коллеги, управляющие компанией, жалуются на недосбор. То есть население недоплачивает. Все говорят о том, что денег не хватает, накапливаются убытки. Вот как обстоят дела в Пермском районе по вашей клиентуре? В Пермском районе не исключение. То есть, как и по всей России, должники есть. У нас, допустим, обстановка со сбором платежей. Ну, опять же, с чем сравнивать? Если сравнивать с Пермским районом, я считаю, что одна из лучших. Да, мы работаем с должниками, обращаемся в суды. Какой процент сбора у вас? Процент сбора у нас 85-90%. В зависимости от месяца. Ну, по году, вот примерно такие цифры. Смотрите, вот эти, даже пусть возьмем 90%, 10% по году накапливается достаточно серьезная сумма. Ну да, у нас задолженность порядка 6 миллионов рублей. Каким образом эти деньги доставать? Понятно, что вам ведь тоже надо расплачиваться со своими поставщиками. Ну, здесь единственный путь. Подавать в суды, взыскивать. Вы это делаете? Мы это делаем. Мы не только это делаем. Мы сейчас заключаем с людьми соглашение. То есть у людей разные ситуации могут быть. Приходят к нам и говорят, что вот дайте нам рассрочку. Пожалуйста, мы на 6 месяцев, на 7 заключаем. Не подаем в суд на них. Заключаем с ними соглашение, подписываем. И следим, как они исполняют это соглашение. А судебная практика как складывается? Здесь надо на два этапа разделить. Первый этап – это само получение судебного приказа. То есть поддаем документы в суд. Суды в упрощенном порядке рассматривают это все. И выдают нам судебные приказы. В этом-то проблем нет – получить судебный приказ. Ну да, вот есть клиент, вот он не платит, вот документ. Да. Ну вот дальше, когда мы идем к судебным приставам, там начинаются проблемы. Вообще эта служба очень, мягко говоря, плохо работает. Почему? Потому что там очень большая текучесть кадров. Вот сколько мы уже работаем, я не знаю, там уже человек 10 сменилось. То есть у них очень большая текучесть. Но порядка там очень мало. Судебные приказы теряются. По почте отправлять их практически невозможно. Они точно потеряются. Приходится самому ехать туда, в канцелярию, сдавать под роспись, получать их отметочку. Они там месяцами лежат, их базу даже не заносят, эти судебные приказы. Очень сложно все там. Ну, работаем, бьемся. Если раз в неделю мы там появляемся. Раз в неделю? Это прямо у вас фронт работы такой? Раз в неделю практически мы судебным приставом. Не я, конечно, юрист. Сидит, перебирает всех должников и спрашивает. Мы подталкиваем судебный пристав. Говорим, что проделан по этому должнику, что по этому. Сделан нет запроса пенсионный, туда-сюда. Ну, а почему они так неохотно, по вашей оценке, берутся за взыскание таких долгов? Может быть, с большинства-то и взять нечего? Ну, я бы не сказал. В основном-то как раз взять-то есть что. У нас ведь не платежи, которые, вот уж совсем, как вы сказали, взять нечего, ну, это вообще единицы. И то государство и может помочь. Ведь есть субсидии, можно оформить и все. В основном-то эти неплатежи, получается, у людей, которые работают. Работают, имеют машины, но не платят. Ну, у них, в принципе, такое. Что останется, принесем и заплатим, понимаете? Ну, вот с этими должниками сложно бороться, потому что основная-то причина в том, что они официально-то не работают. Налогов, соответственно, работодатель тоже не платит. И судебному приставу-то некуда обратиться-то. Как взыскать-то? Если он работает, получает деньги, живет прекрасно, а взять с него нельзя ничего. Обратить взыскание на имущество? Ну, имущество у нас очень много ограничений. У нас было совещание в районе с приглашением судебных приставов. И мы им задавали эти вопросы. Ну, там у них своя сложность. Этого нельзя. Машина, если несоразмерный долг, нельзя. И, в общем, кругом все нельзя и нельзя. Хорошо, кругом все нельзя. Служба судебных приставов не справляется, скажем так, в должном качестве. Там уже вал работы еще, скорее всего. Большой вал работы и так далее. Но факт остается фактом. Есть некая сумма задолженности, которая ложится на плечи кого? Управляющей компании. Управляющей компании. Хорошо. И где вы берете эту разницу, чтобы заплатить зарплату, налоги, ресурсоснабжающим организациям и так далее? Понимаете, мы ее нигде взять-то не можем, но просто так же должны. Нам должны, мы должны. И это все накручивается. Ну, вообще, тепловики, энергетики, газовики, они занимают достаточно жесткую позицию, насколько я знаю. Они точно так же обращаются в суд, они отключают газ и так далее. То есть, вот как вы выкручиваетесь из этих ситуаций? Ну, если уж совсем тяжело, мы берем кредит, чтобы подготовиться к отопительному сезону, чтобы загасить все долги, потому что мы прекрасно знаем, что при задолженности за газ нам никто не включит его все равно. И будут нас мурочить до тех пор, пока мы не заплатим. И нам, чтобы начать отопительный период, чтобы заключить договор с газовиками, с теми же, нам приходится брать кредит, гасить эти долги, потом, опять же, проценты по кредиту платить. Ну, это так оно и идет. Я представляю сумму процентов, у меня щелкает калькулятор, и я не могу не задать вопрос. У вас хоть какая-то прибыль остается, или вы работаете в ноль? У нас прибыли, как таковой, нету, конечно. Мы работаем в ноль. Мы зарплату платим, задолженности нет. Ну, зарплата мизерная, конечно. От одного из ваших коллег я слышал предложение, причем не только предложение, это уже некая складывающаяся практика, когда управляющие компании переводят, договоры с ресурсоснабжающими организациями, там, напрямую на жителей. То есть, грубо говоря, вот часть, которая положена управлялке, платишь ей, а все остальное напрямую. И если ты недоплачиваешь, то с тобой будут разбираться те же газовики, те же тепловики, водоканал и так далее. Вот вы не собираетесь идти по этому пути? Мы уже идем по этому пути. Поделитесь опытом. У нас село Платошино. Мы там являемся и ресурсоснабжающей организации. У нас котельная. Мы ее построили. За кредитные деньги тоже брали кредит. Ну, там история такая, что фабрика когда обанкротилась, котельная там вышла из строя, нам пришлось в срочном порядке строить котельную, чтобы не оставить поселок без тепла. Вот ее построили. Соответственно, мы там и ресурснабжающий, и управляющая компания. У нас как бы вот нет той проблемы-то. Но в других поселениях мы в аренду взяли тоже котельные и снабжаем людей теплом. Вот там-то мы как раз пошли вот по этому пути. Мы напрямую заключили договора со всеми жителями и непосредственно собираем с них деньги, минуя управляющую компанию. А технически это возможно отключить от того же газа или там от тепла конкретного неплательщика? Нет. А, тогда получается, что это бесполезно? Прокуратура сразу протест напишет, что у нас ведь как получают на квартирный жилой дом? 50% к примеру платит, 50% не платит. Технически же невозможно отключить 50% отключить, а 50% не отключить. Соответственно, отключаешь весь дом. Приходит прокуратура, дает по шапке. Да, вот этот человек платит хорошо, вы почему ему не даете этот ресурс? Все. Можно отключить только горячую воду сейчас по закону и водоотведение, но технически ее отключить тоже невозможно, потому что на одном стояке есть плательщик, есть неплательщик. Получается очень грустная картина. Смотрите, то есть управляющая компания работает там в ноль, а то и в минус, берет кредиты со всех сторон, ее пасут и бьют ей по голове, да, но при этом с рынка, в общем-то, не уходит никто. И я вспоминаю, что буквально не так давно администрация Перми вынесла решение в отношении одной из управляющих компаний, которая запретила просто отказаться от обслуживания некого жилфонда. У меня вопрос. Это что, у нас крепостное право ввели? Да, я тоже применяю такой же термин, что у нас крепостное право было отменено в России, но отношение управляющих компаний, оно до сих пор действует. Вроде на дворе 21 век. То есть вы просто обязаны слушать то, что нерентабельно? Да. Потому что и судебная практика, говорят, мы уже смотрели, и судебную практику. Суды встают на защиту собственника. Если собственник проголосовал за то, чтобы эта управляющая здесь работала, и не отказываться от нее, сама управляющая компания не может отказаться. В одностороннем порядке. В одностороннем порядке. Гражданский кодекс не работает. А вроде бы договор называется. Договор, я понимаю, договариваются две стороны. Вот у нас вся законодательная база построена на то, чтобы защитить собственника жилого помещения. Никак не управляющую компанию. Что получается? Управляющая компания пришла к жителям, предложила им обслуживание, заключили договор, и по нынешней практике выходит так, что попала управляющая компания, а не жители. Да, на сегодняшний день так оно и есть. Управляющая компания попала, а обратно выхода нет. Если другое она компанию не найдет и не подскажет собственникам, что вот тут есть другая компания, которая лучше вам будет, если они изберут на общем собрании другой компании, ты освободишься от этого. Но это тоже твоя забота. Конечно. А им-то, если их все устраивает, у нас ведь ситуация вообще парадоксальная получается. Один дом, 12-квартирный, да, дом старый, 64-го года постройки, крыша бежит насмерть, так сказать. Пришла инспекция по жалобе, жилищная инспекция, сказала, устраните это все. Мы говорим, у нас нет средств. На доме задолженность порядка 70 тысяч рублей при 12-квартирных. А чтобы крышу, шифер у нас уже в 95-м году не выпускается такой, чтобы ее заменить, надо полностью менять кровлю. Кровлю. Да. Мы говорим, у нас нет ни технической возможности просто устранить. Ну, мы мажем, конечно, временно там эти трещинки эти. Ну, что толку, оно все равно бежит. Они подали на нас суд, и суд выиграли. Суд заставил нас отремонтировать эту кровлю. Мы сейчас апелляцию, конечно, подаем, но чувствую, что от этой апелляции тоже ничего толку. Вот парадоксально. Они не хотят выносить деньги на капитальный ремонт этой кровли. Не отказываются от нас, как от управляющей компании. А инспекция нас наказывает за это. Очень удобно. Просто нашли во всей ситуации крайних. Это управляющая компания. Инспекция приходит, минимальный штраф сразу 40 тысяч за то, что там нарушение. Нарушения найти можно в любом доме. 40 тысяч штрафов, потом за невыполнение еще 10 тысяч штрафов, потом в суд за то, чтобы заставить это сделать. Получается, заложник стала управляющей компанией. Есть средства, нет, никого это не касается. Есть у вас средства отремонтировать крышу или нет. А упрямые жители сидят под зонтиками, но не платят. Часть людей не платит. Не все, конечно. Примерно процентов 40 из этого дома все равно не платят. А скажите мне тогда честно, вот если бы у вас была сейчас возможность, вы бы ушли с рынка, занялись бы чем-нибудь другим? Да, это честно, я бы ушел. Потому что дома стареют, ветшают. Когда вот работал 185-й закон поначалу 2009 года, фонд капремонта домов, мы в этой программе участвовали и часть крыш все-таки успели поменять. 9 домов. Но сейчас этот фонд не работает практически. Там такие проценты, которые не подъемны для населения снова. Все повесили на вас. И опять вернулись на круги своя. Хотя, когда передавалось жилье, все говорили, что надо капитально его отремонтировать, потом передать собственникам. Но это уже ничего не сделалось. Фабрика сбросила все жилье. Но муниципалитетов денег нет. Все замкнулось. Управлялка сейчас крайне осталась. Ну что ж, Анатолий Михайлович, получилась у нас с вами не очень веселая беседа. Но, тем не менее, я рад, что, по крайней мере, мы честно с вами назвали все проблемы. И я надеюсь, что рано или поздно мы найдем выходы из этой, прямо скажем, неправильной ситуации. Жень должна расставиться на свои места. Надеюсь на это. Удачи вам в вашей работе. И приходите к нам еще. Спасибо. С вами был Анатолий Пичугин, директор компании «Стройтехсервис». И я, Валерий Мазанов. Это «Лобби-холл». Смотрите нас на телеканале «Ветта». Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok